Как максимально точно понять, какой именно мультифокальный хрусталик вам подойдет? Всем привет! С вами снова Алексей и я неофтальмолог. Как я и обещал в предыдущем видео о выборе мультифокального хрусталика, я расскажу о технологии, которая помимо анкеты позволяет наиболее точно определить подходящий для вас тип интраокулярной линзы. Сегодня я вам хочу показать вот такое устройство, производимое швейцарской компанией Vivior. И в Европе, и в Америке это устройство достаточно активно внедряется в клиническую практику. Это устройство вы можете получить у вашего врача, для того, чтобы определить ваш зрительный режим, как вы пользуетесь вашим зрением и какая интраокулярная линза подойдет вам больше всего. Вот этот крошечный датчик вы будете носить с собой на очках в течение нескольких дней, пока не соберете 36 часов информации о вашем зрительном поведении. Если у вас есть очки, которыми вы постоянно пользуетесь, вы просто одеваете это устройство на дужку и ходите с ним несколько дней. Если же у вас нет очков, то в комплекте вам дается вот такая простая оправа с обычными стеклами, на которую это устройство легко одевается. В комплекте идет несколько типов адаптеров, которые могут подойти под очки разного типа. Если же у вас уже развилась пресс-биопия и вы носите две пары очков, это не проблема. В комплекте идет несколько адаптеров, а Vivior легко одевается на адаптер в один клик. То есть, если вы сейчас одели очки для дали и, например, ведете машину, вы его одеваете на очки. Если вы приехали в офис или читаете книгу, вы одеваете очки для чтения и просто перещелкиваете Vivior на другие очки. В течение дня он собирает данные, на ночь вы его ставите на зарядку. Итак, два или три дня для того, чтобы собрать вот то самое количество времени. Покажу, как это выглядит. Вы берете очки, одеваете на правую дужку адаптер, берете Vivior и подключаете его датчиками вперед. Устройство готово для работы. После этого вы просто его одеваете и живете обычной жизнью. Забудьте о том, что у вас есть Vivior. Вам ничего не нужно делать. Вы просто живете, как вы живете. Для получения наилучших результатов рекомендуется поносить Vivior как в рабочий день, так и в выходной, потому что в эти дни у вас могут быть разные занятия и разный стиль жизни. Если вы занимаетесь спортом, например бегаете, вы можете бегать с Vivior. Я это пробовал, проблем это в принципе у меня не вызвало. И как я говорил, если у вас две пары очков, вы просто снимаете одни очки, отстегиваете ваш Vivior, берете другие очки, одеваете ваш Vivior опять и продолжаете вашу деятельность. Чем интересен этот прибор? Как вы уже знаете из предыдущих видео, современные интерокулярные линзы для коррекции пресбиопии имеют несколько разные дистанции, на которых они показывают лучшие результаты. И качество внешнего освещения тоже влияет на то, как вы видите мир. Это устройство постоянно измеряет дистанцию, на которую вы смотрите, на которую вы пользуетесь вашим зрением, и постоянно измеряет освещенность. Кроме всего прочего, оно собирает еще много параметров. Работает световой температуре, уровень интерфилитового излучения и так далее. Самое важное, что скажет вам прибор по прошествии 36 часов, это то, какая дистанция для вас является приоритетной, и какой тип линз вам наилучшим образом подойдет, с учетом и дистанции, и уровня освещенности, исходя из того, как вы действительно живете. Для того, чтобы получить эти данные из прибора, вы возвращаете вивиор вашему врачу, он подключает его к компьютеру, данные передаются в дата-центр в Швейцарии, там достаточно сложные алгоритмы анализируют всю информацию, которую собрало это устройство, и через несколько минут вы получите полную картину о вашем зрительном режиме, и о том типе линзы, который вам наилучшим образом подойдет. Я лично пробовал этот прибор для себя, и обнаружил один интересный лайфхак, о котором, когда мы внедряем эти приборы в практику наших клиентов, мы обязательно говорим. Как я говорил в предыдущем видео, ваша предпочитаемая дистанция чтения очень сильно зависит от того, с какими очками вы читаете. То есть, если ваши очки подобраны не совсем правильно, а это может быть небольшая разница, всего в полдиоптрии, в обычной жизни вы можете это даже не заметить, но это повлияет на несколько сантиметров предпочитаемой дистанции. Например, в моем случае, я иногда ношу очки, иногда контактные линзы. Как я уже говорил, у меня есть начальная степень призбиопии, и поэтому мне уже немного сложно читать вблизи. Я ношу очки, подобранные мне несколько лет назад, когда у меня призбиопия была в очень начальной стадии. Контактные линзы на сейчас у меня подобраны таким образом, чтобы немного компенсировать мою степень призбиопии. Таким образом, когда я ношу очки или контактные линзы, я получаю немножко разную предпочитаемую дистанцию. Я это решил проверить. Я три дня носил вивиор со своими очками, с которыми я обычно хожу. Потом я их снял, одел контактные линзы и использовал вот эти очки с нулевыми стеклами для того, чтобы проверить свое зрение с контактными линзами. Меня удивил тот факт, что вивиор достаточно точно показал изменения в предпочитаемой дистанции. Как вы видите на моих отчетах, разница составила несколько сантиметров. И вот эти несколько сантиметров могут иметь решающее значение для того типа интерокулярной линзы, которую вы для себя подберете. Поэтому, если вы примете решение протестировать свое зрение при помощи вивиора и потратить на это деньги, потратьте еще немного денег и закажите себе наилучшие очки, в которых вам будет максимально удобно читать. Как я говорил в предыдущем видео при работе с анкетой. Тогда вы получите максимально четкую картину о том, какие предпочитаемые дистанции для вас важны и какая интерокулярная линза лучше всего закроет ваши зрительные потребности. Если вы хотите получить наиболее точную картину и максимально исключить ошибку в выборе типа интерокулярной линзы для коррекции пресбиопии, найдите клинику или врача, который сможет вам предложить этот прибор в использовании, походите с ним несколько дней, соберите информацию и уже исходя из полной картины о вашем зрительном режиме сделайте ваш выбор вместе с вашим врачом. Если остались вопросы, как обычно, задавайте внизу под видео, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, задавайте вопросы вашему врачу о наличии такой технологии и получайте максимальное качество зрения от ваших глаз. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Алексей и я не офтальмолог.